Здарова всем, друзья! Сегодня в этом ролике я прокачаю аккаунт подписчику, который ввел вам промокод. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и конечно же вводите вам промокод, чтобы попасть в такой ролик и чтобы я вам прокачал аккаунт. Что нужно сделать? Просто при регистрации указать капсом Разор, мой промокод, он тебе даст 300 тысяч бонусов рублей. Слышим мем, прописываешь команду. Потом шестой пункт промокод, указать другу ютубера. Ну вот, собственно, вот мой промокод. Так что, друзья, скачивайте игру по ссылке в описании, ну и заходите играть вместе с нами на четвертый сервер Азур. Все есть в описании. Но прямо сейчас мы будем искать подписчиков, которым мы прокачаем аккаунт. Прописываем команду MyRefs, и тут у меня еще получается по рефералам LiptonBarrington. Он сейчас играет? Не играет? Давайте посмотрим, играет ли данный наш подписчик. Не, не играет. Максим Бакинский. Ну-ка, второй идишник, смотрим. Так, он тут чем занимается? Это у нас рыжик шестого уровня. Этот человек как раз-таки нам подходит, поэтому давайте мы к нему телепортируемся. Если нас узнает или не узнает, ну, не знаю. Давайте мы его зафризим, 102, 1, и к нему телепортируемся. Здорово! Здорово. Как поживаешь? Нормально. А кто это такой? Я так перепутал. Так, у нас еще один человек есть онлайн. Этот человек вообще меня не знает, кто я такой. Здорово. Здорово. А то посмотрел просто видос там, где на слабый ПК Амазинг, и узнал это о промокоде. Вот этого рыжика у него ничего нету, вот даже с позорной статистику. 500 рублей, думаю, надо ему прокачать. Смотри, значит, такая ситуация. Раз ты указал им промокод, я бы хотел тебе аккаунт прокачать. Как ты на это смотришь? Ну, отлично. Сейчас я тебя просто в моменте перевожу деньги на твой счет, и ты начинаешь их тратить. А как? Я просто новичок. Переводим. Давайте переведем этому рыжику 5 миллионов, или даже 8 миллионов. Пусть так и будет. 8 лямов, мы переводим. Комиссия 400 тысяч получается. Просто на все бабки делаем контент, поэтому, друзья, за это лайк. Ну и начинаем следить за ним. Заходим в спектр. Просто вот сейчас смотрим, как рыжик на эти 8 миллионов обживется. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что игра, интерес игры пропадает в такой момент. Ну, конечно же, лучше сам, ну, как-то, самому прокачивать аккаунт. Всего постепенно добиваться. Но даже 8 миллионов это недостаточно. Он просто не знает, что ему делать. Он просто стоит на вокзале, не верит, что ему такую сумму перевел. Возможно, он думал, что это скам какой-то. Типа, пранк. Ну, я ему на натуре, вон, 8 миллионов перевел. Сейчас он может их снять. Купить все, что себе угодно, все, что он себе хочет. Взял скутер, сейчас он куда-то направится. Ну, куда, интересно. Ну, скорее всего, какой-нибудь автослон. Будет себя там тачку какую-то присматривать. Ну, блин, за эти деньги даже можно купить дом, в принципе. Будешь рыбачить и плакать просто. У тебя слезы будут течь по всему просто, за что можно. Ага, возможно. Я считаю, что, друзья, правильно сделал, что этому типу не стало давать столько денег. Именно вот этому, которого первого мы смотрели на тачке. Потому что, если мы сейчас ему дали бы эти 8 миллионов, то у него пропал бы интерес игры. Захлопнул служебное заставление, брал он на горный кроманкетер, закрыл он на горный кроманкетер. Почему двигаемся с не кухарным двигателем, а также с дыханием с этими препарами, и тем самым нарушая КуАР 2.2 и 2.3. Брат, мне тебя жалко. Вот цифра, она на нем есть. Так, он приехал в автослон БМВ. Сейчас будет себе выбирать тачку. Интересно, что он себе купит? Что он себе купит? Возможно, на какую-нибудь там... Ну, не думаю, что F90 он... Ну, он может, конечно, купить, но ее в ограниченном количестве. Так что ему придется что-нибудь выбрать такое, что есть в наличии. Но, чтобы вы понимали, в автослоне есть ограниченно. То есть там машина ограничена, к сожалению. К примеру, если ты хочешь купить F90, у тебя не получится просто так сделать, если их не завезли. И поэтому, если ты хочешь купить, тебе надо занатить на Блэклипку хотя бы, купить ее. Но стоит она, конечно, недорого. Там, сколько она может стоить? Ну, вот она, Блэклипка, стоит 170 амазингов за неделю. Он что-то там себе выбирает, какую-то машину. Так, он не купил или купил? Да, он купил там какую-то тачку. Это E60. Он просто, что у него, за сколько он ее, за 5 миллионов купил, получается? Она в наличии есть, оказывается. 410. Он купил себе, это, такую вот Бэху. Он же может сейчас поехать в этот, сначала. В тюнинг-центр, там ее сделать. По сути. Или сразу стопает. У него осталось 3 миллиона. Вот куда, интересно, он потратит. Я бы не вкидывал все в тюнинг. Я бы что-нибудь себе там прикупил одежду и копил в бабки. Он такая, вот четкая, у него есть тачка. Так он что-то задумывался, стоит пока. Не знает, куда ему ехать. Ну, конечно, тут и тачку пил. У тебя уже эмоции такие. У меня есть тачка. Все может даже, ну, это BMW. Он даже себе не мог такого представлять, скорее. Если ему нужно что-то сделать с этой машиной, он пока, скорее, просто по-навигатору ищет, куда ему ехать. Прямо сейчас, друзья, мы едем покупать ему квартиру. Он не знает, куда ехать, поэтому я решил ему как-то подвезти. Так что он сделал, значит, по тюнингу? Он поставил только чип на машину и больше ничего не делал. Не стал он делать какой-то тюнинг, вкладывать все деньги в машину. Но это и правильно, с одной стороны, потому что он успеет заработать на это все. А квартира, она необходима. Ее взять, оплатить. Потом еще ему можно взять одежду. Вот так он более сейчас разживется. Хотя, давайте сразу мы сгоняем, чтобы он одежду себе взял. Одежду, вроде как, недалеко, магазин одежды. Сразу одежду пусть возьмет какую-нибудь себе такую прикольную. Сколько у него там остается денег? Всего 410. У него остается всего 2 миллиона. Чип, значит, стоил миллион рублей. Какой-то нефер. А, он что, нефер, что ли? Ну ладно. Все, он купил себе одежду. Теперь он красавчик. Сейчас он выйдет. Ну и поехали. Теперь ему в риелтору довезем. Пусть они себе квартиру купят. Ну и на этом уже сам пусть там распоряжает своими деньгами. За сколько он эту одежду вообще купил? Сколько у него осталось денег всего на счету? У него осталось миллион девятьсот. Ну, не так дорого. Сейчас еще у него и деньги останутся на руках. Ну все, он купил себе квартиру. Вот такую. Он сейчас осматривает интерьер, смотрит комнаты. Ну, красиво, красиво, конечно. Красиво. Мне интересно, где он купил себе квартиру? В каком месте именно? Где он поселился? О, ему вообще повезло с квартирой. Он живет в Южном. Хорошо, так он в квартиру попал. Прям выбрал нормальную хату. Оплачивай. Вот такая прокачка у нас сегодня и получилась. Если же вам ролик понравился, поставьте ваш лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и всем пока. Спасибо за просмотр этого видео. Увидимся в следующем видеоролике. Ну, машина, конечно, говно.